Добрый день, друзья! Меня зовут Оля, добро пожаловать на мой творческий канал. В этом видео мы с вами будем делать небольшие розочки, которые потом я буду использовать в букете на 8 марта. Итак, приступаем! Я беру отрезок бумаги прямоугольной формы размером 3,5 на 5 см и подготавливаю лепестки. Я складываю отрезок пополам и вырезаю форму лепесточка в виде капельки. Нижний край я срезаю где-то наполовину наискосок, верхний край я просто закругляю. Затем чуть-чуть выше середины его растягиваю и вот такой закругленный лепесток у нас должен получиться. И вторая форма лепестка. Размер такой же, вырезала точно так же, только его буду подкручивать с помощью шпажки. Подкручиваю с одной стороны и подкручиваю с другой стороны. Делаю это так, чтобы бумага не заламывалась и не раскручивалась. Серединка лепестка верхнего края у нас должна остаться нетронутой. Затем растягиваю и начинаю я это делать снизу. Дохожу только до середины. Вот такой лепесток у нас должен получиться. Таких лепестков нам понадобится 5 штук. А те лепестки, которые мы растягивали первыми, их нам понадобится 7 штук. Подготовили лепесточки и отодвигаем пока их в сторонку. И подготавливаем чашелистик. Для чашелистика я беру зеленую бумагу. Размер где-то 5 на 5,5-6 см. Так как розочка у нас получается не очень большая, то для этой розочки я делаю небольшие зубчики на чашелистики. Вырезаю их тоненькими. После того, как вырезала, подкручиваю каждый зубчик. Слегка растягиваю. И саму заготовку еще немного растягиваю по середине. За основу я буду использовать шарик из фольги. Предварительно вклеила уже проволоку. Вместо проволоки можно взять шпажку или зубочистку. Размер моего шарика где-то 2-2,5 см. Обязательно нужно заклеить сверху бумагой, чтобы фольга в дальнейшем в цветочке не проглядывала. Чтобы саму фольгу спрятать, я буду делать такой как бы бутончик. Для этого я беру бумагу размер 5,5 на 7 см. Складываю пополам и скругляю края. Затем немножечко растягиваю с одного края. Наношу немного клей и вклеиваю заготовку. То есть на шарик из фольги. Затем хорошо растягиваю бумагу, я обкручиваю свою заготовку и обязательно фиксирую клеем снизу. Основа готова. И теперь будем приступать к сборке самого цветочка. Беру первые три лепесточка. На первый лепесток я наношу клеем немножко снизу и фиксирую к бутону, обкручивая плотно очень бутон. Второй лепесток я приклеиваю на первый и где-то на половинку предыдущего. Третий лепесточек приклеиваем и обязательно его нужно завести под первый. Таким образом у нас будет красивый сформированный первый ряд. Обязательно нужно подклеить первый лепесточек, чтобы у нас не деформировалась роза и не влазили никуда лепестки. Второй ряд у нас будет 4 лепесточка. Приклеиваю точно так же. Единственное только что, нужно приклеивать немного ниже, буквально на несколько сантиметров. И стараюсь приклеивать лепестки на втором ряду. Стараюсь так делать, чтобы каждый лепесточек был на стыке предыдущего ряда. Обязательно заводим последний лепесточек под первый. Вот такой бутончик красивый у нас уже получился. И теперь переходим ко второй форме лепесточка. Клей я наношу буквально капельку на самый-самый край лепесточка. Приклеиваю на том же уровне, что и предыдущий ряд. И принцип точно такой же. Каждый следующий лепесточек наклеиваю на предыдущий, где-то на половинку предыдущего. И у нас роза уже будет открываться и будет выглядеть немного пышней. И в этом ряду тоже обязательно нужно последний лепесточек завести под первый. Не забывайте обращать на это внимание, таким образом роза будет выглядеть очень красиво. Роза наша готова и теперь нам останется приклеить только чашелистик. На чашелистик я наношу две полоски клея тоненьких и обклеиваю вокруг розы. Затем зафиксировала все и пальцами немного прокрутила. Вот такая роза у нас получилась. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и не забывайте подписываться. Всем пока-пока!